А вы думали? Есть такое слово «надо». Расскажу, покажу всё, до чего ещё не дотянулась рука. Да, честно вам скажу, покупки просто бомбезные, я в этот раз довольна собой, как, знаете, всё, что я сделала, это потратила деньги, но удовольствие и такая, какая-то гордость собой такая, как будто посадила дерево, построила дом и всё остальное. Да, ну что, продолжаем разговор, давайте, что у нас будет следующее, что же вам такое показать следующее? А вот, ещё одна классика, которую я вдруг заценила энное количество лет спустя и просто обязана была купить её в полном флаконе, потому что это прекрасно. И это я купила себе огромный тестер, там, что-то за 20 долларов в этом роде. Это у нас Burberry Brit Rhythm, именно Rhythm. Ой, как он хорош! Я полностью добила миниатюрку и думаю, он у меня должен быть. Вот это та самая весенняя туалетная вода, который такой типаж, который я люблю. Не вот это роза-пионы какие-то, а вот это лаванда с этой типичной Burberry ДНК, такой сладковатой, люксовой. Она сладковатая, но она не сахарная, она не слишком мамбровая, от каких-то, наверное, бобы тонка, я не знаю, что это. Ой, ну это вот Burberry в своём самом расцвете сил. Как это хорошо! Люблю! Burberry Rhythm, это мой самый любимый фланкер из... Правильно я говорю? Brit, господи, это не Body, это Brit, извините, пожалуйста. Burberry Rhythm, из всей линейки фланкеров, Brit, это мой самый любимый. Brit Rhythm, обожаю. Обожаю! Очень рада, что у меня теперь есть. И купила я вторую бутылку, потому что я почти прикончила первую. Очень дёшевый тестер, без крышечки. Вот такую бодию себе мыльной сирени. Это у нас Salvador Dali Purple Light. Ну так мне нравится его пшикать на полотенце и подушке, вы не представляете. Прям так хорошо с ним, ну так хорошо, свежо, приятно, немножко как-то спокойно. Поэтому он у меня идёт как рум-спрей, я не ношу его как парфюм, но я очень люблю его на постельное бельё, и вот на подушке, на полотенце распылять, прям сплошное удовольствие. Поэтому я его повторила. Следующий парфюм, это был какой-то рандомной покупка, потому что я решила, что мне всё нравится от Оскол де Лоренто, надо брать, всё равно тестировать негде. И когда я увидела, что у них есть лаванда, я думаю, ну, лаванду я люблю, Оскол де Лоренто люблю, цветочки этих тоже люблю, надо брать. И оказывается, что у них в этой линейке этих цветочков от Оскол де Лоренто есть ещё и лаванда. Очень красивый, такой стандартный, элегантного цвета, такой ультравайлд цветок. Что же касается того, что внутри. Честно вам скажу, если бы я не знала, я бы сказала, что это более дешёвая версия Монгер Лена. Здесь сладкая синтетическая база, вот такая типичная. И на неё навёрнута лаванда, тоже синтетическая такая. Нет. Это не та лаванда, которую я хочу на себе воспринимать, совершенно нет. Может быть, он пойдёт как рум-спрей или там куда-то, что-то как-то, в сумку на одежду, в какой-то момент. Но, опять же, у меня столько парфюмов, которые я обожаю, что я не совсем понимаю, зачем. Да, вообще это провал, честно вам скажу. Я так поняла, что не всё всё-таки я люблю Оскара де Лоренто. И очень много вот у меня, есть целый набор миниатюрок вот такого плана. И что-то как-то пока всё мимо. Мне у них, получается, нравятся только два цветка. Де Спири де Оскар, потому что это потрясающий эффект альдегидов без альдегидов. И Миднайт Амбер. А всё остальное как-то прям совсем никак. И ещё одна рандомная покупка, которая совсем не в моём характере. Тут я себя удивила, но у меня есть оправдание. Это стоило очень дёшево, были хорошие, на удивление, отзывы. И отзывы мне напомнили описание Dark Rebel от John Barbatos. Вот эти вот ликёрные вишни-сливы. Я купила себе по очень-очень скромной цене, очень доступный Black Excess Potion от Paco Rabanne. Вообще я не девушка Paco Rabanne, все эти леди минусы. Для меня это всё очень таки. Но вот Potion мне понравился. Это очень как-то в стиле Гарри Поттера. Но мне кажется, очень стильный флакон, между прочим. И мне со змейкой там тоже флакон понравился. Мне не понравилось, что внутри флакона, но оформление вот у этой линейки мне нравится. И здесь было сказано, что несмотря на всю их вот эту вот карамельную сладость бесконечную, что здесь некий присутствует вот такая какая-то вот глубина и ликёрность. И вы знаете, неплохо. Неплохо. Это то варенье, которое может понравиться. Это не высокая парфюмерия, но это не ужасно. Это не ужасно, и я, в общем-то, даже буду носить. Особо-то зимой, мне кажется, будет хорошо. И вот форм-фактор. Меня иногда подкупает очень форм-фактор. Я думаю, вы заметили. Дальше. Давайте про него скажу. Вкралась у нас одна ниша. Ну, потому что она напомнила по описаниям от Карины, напомнила уже давно забытый старый хороший люкс. Это у нас Chateau de Versailles от Promenade & Versailles Pour L. Я не знаю, что здесь название бренда, а что название парфюма. К сожалению, вот эти маты и флаконы очень быстро засаливаются. Карина продала мне остаток во флаконе. И чем известен этот парфюм, и я совершенно с этим согласна, это Miss Dior, по-моему, Cherie, первого какого-то там выпуска, когда она пахла таким душистым, сладким, крамильным попкорном. Это очень вкусно. Вот сейчас я вообще не могу, я не воспринимаю все эти фланкеры Dior Cherie, ну, как-то вот совсем они вот... Ну, и раньше-то вот, и даже этот запах, он не прям, скажем, да, там, семи пядей во лбу, но он хоть вкусный какой-то, в нем что-то вот такое есть. А то, что сейчас, меня вызывает только недоумение. Ну, да, знаете, как бы, ну, да. То есть, ну, да, но не за такие же деньги тогда. Говорим стихами. А тут, вы знаете, вот это я не представляю, как я могла бы это сносить, там, скажем, 100 миллилитров. А тут остаток во флаконе, ну, тут миллилитров 10, может, осталось. Ну, что-то в этом роде. С удовольствием. Мне кажется, это вкусно, девчачье, задорно. И вот так вот побаловаться и отпустить. Класс. Очень довольна. Красивый флакон, но, к сожалению, эта вот матовая поверхность быстро заляпывается. Окей. Вот тут, тут надо говорить особо. Тут надо говорить особо. Это шок. Это шок, это взрыв шаблона, это открытие, почти открытие года. Я не буду голословно утверждать, надо всё-таки посмотреть, что он для меня, что меня впечатлило в этом году. Но в целом... Ах, о чём я говорю? Я уже долгое время ищу парфюм с ароматом кофе. И моя проблема в том, что, когда люди говорят, что, о, да-да, в этом аромате вот прям вот кофейно, они имеют обычно в виду две вещи. Это запах синтетических сиропов из Старбакса, которые они добавляют в кофе. Там какие-то карамельки, молочные латте, ну вот это вот всё. Это не запах кофе, это запах того, что добавляется в кофейные напитки. Либо это запах кардамона, который мы тоже ассоциируем в кофе, но это не запах свежемолотых кофейных зёрен. И я никак не могу найти парфюм, который вот давал бы это ощущение свежемолотого хорошего кофе. И здесь это тоже не то. Но это ближе, чем всё, что до этого момента мне попадалось пока что. И стоит это копейки. Я пытаюсь вспомнить, какой блогер об этом рассказал в видео, и не помню. Мне не хочется сказать, что делиши с делайц, но я не уверена. В общем, кто-то из блогеров, может быть, даже из русскоязычных, вот не могу вспомнить, как-то сказал, ну вы знаете, вот все вот эти кофейные ароматы и Жозе Айзенберг и же с ними. У меня такое ощущение, что все они взаимствовали у давно забытой и очень дешёвой марочки под названием Роша. И есть у них парфюм, который называется Роша Мен. И она сказала, это блогер, что Жозе Айзенберг и Роша Мен от Рожа практически неотличимы. И интересный момент, да, что Рожа Мен стоит дешевле и выпущен был раньше. Тут такая вот, типа, пирамидка. В общем, очень дёшево это выглядит. Тут я даже комментировать не буду. Это безобразие, это пластик. Но здесь речь идёт о супер дешёвой цене и претензий, что это клон Жозе Айзенберг и более похожий и реалистичный запах кофе, чем те же самые Black Opium, Black Opium Intense и даже Montal Café Restrette. Так оно и есть. Сложный ли это аромат? Нет. Глубокий ли это аромат? Нет. Но вот все вот эти старбаксовские кофейные ноты, даже чуть-чуть суженные, поменьше карамели, поменьше всего вот этого лишнего, именно вот это вот то ощущение, можно сказать, растворимого кофе, оно здесь абсолютно точно есть. И он действительно очень похож, очень похож на Жозе Айзенберг. У меня есть от Левант, который мне щедро дала Карина. И я их сравнивала. Ну, в Жозе Айзенберг побольше цветов, там какое-то раскрытие, специи. Здесь поплоще, посинтетичнее немножко. Но кофе вот здесь, вот эта вот кофейная составляющая доставляет. Я так рада, что я его нашла. Я просто в шоке. Об этом никто практически не говорит. Такая потрясающая весть. Роша Смен. Так, куда? Я уже куда-то выбросила коробку. Давайте. Подцеплю её, чтобы вы ещё раз увидели. Вот в этом розовом, в розовой упаковке. Это очень круто. И настолько дешевле, чем все аналоги другие. Просто вот шок. Шок у меня. Ещё одна разрекламированная блогером Алиса Блэк. Её канал я очень люблю. Они у меня очень асэмарные парфюмерные видео. Она на меня в последнее время очень влияет в плане покупок. Она долгое время божила, скрестилась, что это невероятно удачный люкс. И это Джудит Лайбер Найт. Это их чёрный фикон. И она так рассказывала про его шлейфовость, и как он раскрывается, и сколько комплиментов она на него получает, несмотря на то, что у неё много ниши, и много парфюмов и посложнее, вроде бы поинтереснее. Но что вот именно Джудит Лайбер Найт, она вот прям собирает и собирает комплименты. Ну вот неожиданно. И даже когда она его не чувствует, перестаёт чувствовать на себе, другие люди ощущают этот божественный шлейф. Ну вот как-то я думаю, надо попробовать. Надо попробовать. Тем более, что я не жду, что здесь будет что-то супер бойкое или громкое. Поэтому, ну ладно, такой шлейф я перенесу. Вы знаете, он очень приятен. Но, честно говоря, он для меня какой-то невыразительный. Я даже не могу сказать, чем он пахнет. Ну, какой-то такой флиртовый, синтетический, какой-то фруктовый, цветочный, средний сладости парфюм. Ничего. Пока я в нём не ощущаю. Ещё одна вещь, которая в нём заинтриговала, что многие в нём слышат лилию. Честно вам скажу, никакой лилии я пока там не слышу. Есть намного более лилейные ароматы, чем этот. Но посмотрим. Надо поносить, посмотреть, слышат ли на мне шлейф другие люди. Может быть, там какое-то необыкновенное раскрытие. Это будет интересно. Этот аромат я купила... Это фетиш, ребят. Это надо просто вот понять и просить. Фетиш на синие флаконы. Шариоль. Ничего не знаю про этот бренд, но синий флакон. И посмотрела отзывы на фрагрантики, и, знаете, прям так нахваливали. Это у нас империаль сапфир. Ну, имперский сапфир. И очень красивый. Я обожаю этот цвет морской волны. Такой тёпло-глубокий тилл синий. Это цвет моих глаз, понимаете, да? Думаю, надо. Мне это надо. Упаковано, кстати, очень неплохо. Там внутри даже какое-то фирменное... Не тиснение, а раскраска. Pattern. Обои шариольские. Вот он, парфюм. Господи, бутылочка. Сделано... Как бы вам сказать? Так, чтобы не обидеть. Сделано неплохо. Но в стиле дорого-богато за две тысячи. Вот так. То есть тут эти вот синие кристаллы, золото, оно такое дешёвое. Ну, в общем, неплохо. Неплохо. Никаких... Ну, то есть самые худшие флаконы, которые я видела в своей жизни, это были, к сожалению, миколи. Флаконы. Вот там что-то как-то вот... Они сейчас вроде стали получше, получше я слышала, получше. Наверное, самые худшие флаконы, которые я держала в руках в своей жизни, из таких известных, это были в миколи. Не новые их, а вот которые предыдущего поколения. Это просто что-то невообразимое. Ну, не будем об этом, это отдельная тема. Тут поприличнее. Неплохо. Такая косичка кельтская, какие-то вот эти аксессуары а-ля карбона, что-то такое. Ну, вот кристаллы сваров, не знаю. В общем, это такое вот дорого-богато, но без особого вкуса. Имхо. Имхо, имхо, имхо. Так. Imperial Sapphire. Ну, неплохо. На фотографиях такая бутылочка будет хорошо смотреться. В жизни она несколько попроще. Ну, так нахваливаю. Такие вещи писали, какие-то царственные, глубокие, необыкновенные. Знаете, на деле же приятный, сладкий, ну, немножко невзрачный парфюм. В нем есть некая претензия на амбровую смольность, ну, что-то такое, смолистость или какую-то такую бу-бу-бу, тяжесть. Но ему не хватает глубины. И он даже местами начинает уходить в эти ненавистные умной барбариски. Вот я не знаю как. Вот есть такие вот амбровые ароматы, которые все время пахнут барбариски перед каким-то вот синтетическим абрикосовым джемом. И вот у него вот есть, к сожалению, такая тенденция. Но она не такая сильная. Я попробую его разносить, но в целом интереса к бренду у меня не возникло. Я не буду больше с этим экспериментировать. Но цвет красивый. Синий. Да. Ничего. Ничего. Особенно го. Пссс. Так. Продолжаем разговор. Что вам я еще не показала? Я вам еще не показала. Ой. Я вам много чего еще не показала. Но на этом мы закончим. Я уже говорила вам, нет, что я уже доканчиваю, добиваю Сад Пасифик Рамен Табак. И я так почему-то в него влюбилась этой осенью. Раньше он мне казалось, ну то хорошо, неплохо, ну ничего особенного. А тут этой осенью Рамен Табак от Комтуар Сад Пасифик просто моя любовь. Моя любовь. Я его уже почти добила. И я как-то запаниковала немножко. Я не могла найти его в полном объеме. Я купила себе еще один тревел. А потом, конечно же, назло мне, чуть ли не на следующий же день, его не было месяцами. Месяцами не было флакона. Но на следующий день, когда я купила себе тревел, он появился. И знаете, что я сделала? Я его купила. Потому что я вот так вот, потому что вот назло. Пусть будет два. Купила себе целую бадью 100 миллилитров. Честно вам скажу, я даже не узнаю вас в гриме. Вот так делает, мне это чем-то напоминает, знаете, по характеристикам Нуар Экскима, Номер Этен, над Лартизан Парфюмер. Здесь такое богатство цвета и вкуса, которые я не ждала от Комптуарса от Пасифик. Для них свойственны более такие сладенькие, очень съедобные, прикольные, но не глубокие ароматы. Вот так как-то у меня они ассоциировались с чем-то таким более попсовым, что ли, у меня какая-то своя была ниша вот этой съедобной ванили, с вкусной-вкусной, сладкой-сладкой, с разными какими-то добавочками. А тут совсем другая история. И вот этот рам-табак, который я себе хватанула и даже заплатила за него в общем-то не так, чтобы очень дёшево, прямо вам скажу, я удивила сама себя. Но я нет, вот надо, надо. У меня вроде бы много, я уже назвала несколько похожих, много таких, такого рода ромовых парфюмов, табачный ром, какой-то ликёрчик, какие-то специи, какие-то ещё, чуть ли не выпечка какая-то, да? Вроде бы много такого. Но вот он прям так на мне, так он на мне заходит. Вот это вот та самая золотая серединка сложности, громкости, сладкости и удобоваримости, за которую мы так любим люкс. И вот это вот прямо ну люблю, обожаю, в каком-то смысле парфюм года для меня. Он как-то вот неожиданно у меня вышел тихой сапой в мега-фавориты. Очень рада, что у меня теперь есть полная бутыль. Ну я не могу продолжать говорить о своих покупках, пока я вам с вами не поделюсь, потому что меня прям жирает изнутри, как я хочу вам рассказать о том, как мне повезло. Я хотела купить этот снятый парфюм ну лет десять, не меньше. И каждый раз я видела его за сотни долларов, в общем, как-то не поднималось у меня ругодом, да ладно, не так, чтобы он такой особенный для меня, я больше по своим воспоминаниям скучаю, чем по нему. Но тут, когда я открыла для себя Меркари и нашла его по очень дешевой цене, я купила себе два флакона у разных селлеров, потому что они реально не понимали, что они продают. Вот-вот-вот-вот, все обошлось благополучно, оба парфюма аутентичные, точно такие, какими они были когда-то, ну в принципе это настолько редкая вещь, что я не представляю, кто бы их поделывал, это очень-очень непопулярный фаворит, но для меня этот парфюм прям, это что-то совершенно необыкновенно особенное. И речь идет от Калеш Деликат от Эрмес. Вы не представляете, как я хотела его снова ощутить. У меня прям вот гельштадт, как гешет какой-то закрылся. Я купила себе один практически полный, второй уже немножко начатый, и к сожалению, того, который начатый, видимо, его не очень правильно хранили, это прям вообще, вот он пахнет вот настолько свежо и прекрасно, прям так, как я его помню. Просто великолепно, великолепно сохранился парфюм. А вот этот, который иначе, тут у него прям чувствуется, подбились верхние ноты. Я прям четко замечаю разницу, хотя основное сердце и база у него та же. Немножко это портит картину, но он все равно прекрасен. И вот в этом, конечно, проблема с покупкой винтажных парфюмов, никогда не знаешь, что там стало с самим парфюмом за эти годы, как он сохранился или нет. Ну, слушайте, для меня это такое счастье. Вы не представляете, как я его любила. Я его купила совершенно случайно, и я после этого пробовала оригинальный коллеж, это совсем другое. Это совсем другая история, там эти альдегиды, нет, это не то. Коллеж Эл Деликат, у меня даже сложилось ощущение, что ему просто нет равных, что никогда более я не вкушала подобного запаха, что это все, вот это конец этой арт-факторной истории, и никогда больше ничего подобного нигде не выходило и не выйдет. Честно вам сказать, когда я его получила и вдохнула, во-первых, я его сразу узнала, но все-таки я его помнила немножко другим. У меня уже какие-то о нем, знаете, чуть ли не эпические истории в голове сложились, так это было давно. но он прекрасен. И он, когда я его только купила, он у меня почему-то ассоциировался с детством, и я не могла объяснить, что в моем детстве могло так пахнуть. Но если говорить о нем, в принципе, ольфактор, ну посмотрите, пирамиду я сейчас не полезу, это очень тонкий, сверх элегантный, ну как это делает термес, тонкий, нежный, и при этом звонкий, как струна, цветочный парфюм. Он прекрасен, он так прекрасен. И честно вам скажу, нет в моей коллекции, и действительно не могу вспомнить ни одного парфюма, который бы вот так попадал в это направление. много есть дивных, прекрасных, тонких, звучных парфюмов. Ну, тот же самый Living Lalique, он тоже звучный, стремящийся, там ничего, траля-ля-ля-ля-ля, много, но вот такого нет. И я буду продолжать думать, если когда-нибудь я придумаю правильную ассоциацию, более емкую, я обязательно с вами поделюсь, но я просто должна была вам показать, какой из ваших чест, уже скрывать я это больше не могу. Это самые ценные два флакона, помимо англомании, которые у меня там припрятаны в моей коллекции, наверное. Ну, и еще Cartier 7 час. Это, 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 ой, вы не представляете, как я сейчас слежу не умею. Прямо до слез. Окей. Так, выдохнули. Покажу вам еще одну винтажную новинку, которая мне просто тоже попалась на Меркаре, и я, честно говоря, даже подумала, не фейк ли это? Но опять, парфюм, снятость, редкость, только знатоки могли за ним гоняться, те, кто действительно любит парфюмерию, в Америке он не сделал такого фурора. И речь идет о Шалемар парфюм и Нишиаль. Потому что это очень далеко ушло от оригинального Шалемара. Я купила его с рук на Меркаре, я потом долго на него смотрела, искала фоточки, и опять смотрела, изучала кисточку, смотрела, что тут у нас на донышке, смотрела на вензеля, на крышечки. И вы знаете, пока не вижу никаких причин для волнений, но тут вот покупка с рук снятости, это вы сами понимаете, всегда пальцем в небо. Тем не менее, все, вот все очень качественно нанесено, сделано, ничто не смазывается, не стирается, все, как у других Шалемаров, которые у меня были, все вроде бы правильно пока с ним. И на нем есть следы многолетней пыли, поэтому во мне все-таки теплится надежда, что у меня настоящий парфюм Нишиаль, и мне спасибо большое моя подписчица, она мне прислала от Левант, я их сравнивала, я не могу уловить разницу, то от Левант, которую прислала мне она из своей бутылки и то, что в этой бутылочке, поэтому у меня хочется верить, что это оригинал. И тот факт, что он очень пыльный был, в меня вселяет надежда, что человек просто не знал, что он продавал. Вот, теперь у меня тоже, тоже есть Шелемар и Нишиаль, это, наверное, почти единственный Шелемар, который я ношу с удовольствием, вообще Шелемар это не совсем моя история, ну, по крайней мере, пока. Ну что же, продолжим посняться с тем редкостям, я думаю, это у нас хорошо пошло. Тот парфюм, за которым гоняются знатоки, и который я, мне не довелось даже попробовать, но у меня был первый выпуск. Это Truth or Dare от Мадонны. У меня была первая вот в молочном флаконе, ну, там тубероза, ооо, какая там тубероза. Я тогда еще не знала, что у меня какая-то непереносимость, гиперчувствительность к туберозе, я просто поняла, что я его не могу носить, я не знала, почему, но носить его не могла, ну, вот, вообще никак, хотя он был очень плотный, такой богатый по своему содержанию. По-моему, я кому-то его передарила, вот так вот, не буду врать, не помню. А потом я прочитала, что был у него флангер, который назывался Naked от Мадонны, и там что-то было такое шоколадное, классное, гурманское, и это был не тубероз, он был не туберозный, он был очень классный, чуть ли не лучший оригинал в своем ключе. И тут мне вдруг он попался по весьма доступности, его вообще, на самом деле, нигде нет в США, или за какие-то большие деньги. А в Канаде, знаете ли, продают, там, чуть ли не за 20 долларов. Представляете, какая веркость? я его сразу же хватанула. Мне очень нравится этот гробик, это очень стильно, очень-очень в стиле Givenchy, я бы сказала. Итак, Truth or Dare Naked. Хорош. Он прост, я бы не сказала, что там типа, о, вот как, знаете, как селективная, вот эта вот, бутиковая линейка герлен, нет, ну, Ну, это хорошо, вкусно. Шоколад, не шоколад, пока не знаю, но точно гурманика. И такая, знаете, не дешёвая, не синтетический жидкий сахар, не лови, не, 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 это вкусно. Это вкусно, это хорошо, это хочется разнашивать. Ну, прям, везёт так в жизни только раз. У меня теперь есть Naked, я уже сделала себе 5 миллилитров от Ливан, я буду его разнашивать. Хорош и очень стильный флакон, прям, прелесть, приятно держать в руках. Ещё одна, ну, не скажу, что снятость, но точно редкость. Покупала юзанный наибейс рук, потому что очень хотела себе купить оригинальный Narcisse Rodriguez. У меня был, когда-то была какая-то миниатюрка, я её сносила, потом я купила Sandbird от Ливант, их вот этот, от Eau de Parfum, вот этот розовый, который самый-самый простой, оригинальный. И так я бы на него подсела, ну вот хочу вот или всё, ну вот не знаю, что с собой делать. Купила себе ярко-фуксиевую бутыль, не то, он там какой-то вот прибитый, нет у него той звучности и сочности, которая есть у оригинала. И я сейчас постепенно, не спеша, да, снашиваю свой декант, свой от Ливант, вот приспичила, понимаете, хочу и всё. Думаю, ну хорошо, но можно купить розовую бутыль. А тут что-то я листала-листала, смотрела-смотрела, смотрю, продаётся их Limited Edition с пуховкой. И, в общем-то, по такой же цене, по которой я могла купить стандартный флакон. Ну, я его и хватану. А что же? А что же не купить себе Limited Edition? Слушайте, какой он тяжёлый. Я не помню, чтобы оригинальный флакон был таким тяжёлым, но может быть, всё может быть. Вот он, красавец, чёрненький, с пуховочкой. Пуховку, они говорят, надо обязательно закрывать, чтобы он не выпаривался. Вот так она открывается, и у нас... Так, я не знаю, как одновременно держать и на пуховку нажимать. Ой, так не получается. Давайте попробуем. Ух! Получилось! На все колени. Ну, хорош. Вот у меня всё-таки самые любимые это оригинальный розовый, и многие очень советуют также их Aude Toilette, потому что они немножко, вроде как, разные. Я соглашусь. Вот все их фланкеры по-своему хороши, да, 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 и кубики тоже. Ну, вот не сравняться они с оригиналом. Тут всё-таки вот всё. Вот здесь всё. Это... Это родригесский мускус животный, боже. Это... Я до этого наконец-то доросла. Раньше он мне казался каким-то просто неподъёмным для ношения, а теперь смотрите, какая есть прелесть. Я прям так довольна. Ну, и последняя, четвёрочка у нас осталась. Мне Карина щедро дала от Levant Lava Faire Айзенберг, потому что Айзенберг невозможно купить в Америке. Для нас это, можно сказать, такая редчайшая ниша, которая продаётся в странах СНГ абсолютно везде и по весьма хорошим скидкам. Мне очень тяжело достать эти ароматы, я бы хотела очень многое в них попробовать. И мне так понравился Lava Faire, что когда мы устраивали наш парфюмерный обмен, мы решили махнуться. Я не помню, что я там отдала взамен, но Карина мне отдала свою бадью Lava Faire. Ну, дзивные цветы. Он элегантный, дзивный, немножко такой романтический и при этом не слишком острый, не слишком цветочный, не слишком сладкий. Очень элегантный, летящий, цветочно-томный запах. Обожаю Lava Faire, очень довольна, что у меня он теперь есть. Ну, и последнее, что я хочу вам показать из своих покупок, это три флакона от Jill Sander. И я хочу ещё, потому что я её люблю. Мне очень нравится их концепт. Я безумно влюблена в их форм-факторы. Они очень классные делают бутылочки. Очень классные. Поэтому, когда я нашла их по очень доступной цены, где-то там 20-30 долларов, я хватанула всё, что было. Потому что не попробовать их негде, очень редкая марка, но для меня это ниша в люксе. Может быть, даже не по звучанию парфюмов, но вот по какому-то общей эстетике. Ну, не знаю, это какой-то такой минимализм, конструктивизм, который вот меня цепляет почему-то больше, чем тот же Йоди Ямамото, например. Ну, вот как-то так сложилось, что у меня как-то я неровно дышу к Джалсанту. И я себе купила у неё, вот это была Simply линейка, у неё вышло 150 фланкеров на неё. И я купила всё, что плохо лежало и всё, что мне могло понравиться. Первый фланкер Simply Touch of Mandarin. У меня тут тестер. Прикосновение, типа нотка мандарина. Вот это вот Simply база очень узнаваемая. Не могу сказать, что я очень её люблю, но ничего. И здесь очень правильный мандарин. Он здесь не лимонит, не уходит в какой-то вот искусственный сок. Он здесь мне даёт какой-то даже маслянисто замшевый эффект. Вот очень хорошо как-то он всё так сливается вместе. Вот это опять же очень хочется вносить на работу, когда у меня хорошие новые какие-то сапоги или ботинки кожаные. Вот что-то такое вот, понимаешь, он такой одновременно и расцвежающий, но при этом строгий. очень нравится. Следующий Touch of Leather. Ну, это мне надо было попробовать, ну, как же я. Ну, что ж я. Ну, как же можно. Ну, и посмотрите, как ещё они какие-то некрасивые. Ну, не знаю, ну, разве они некрасивые? Они сделаны, на мой взгляд, лучше, чем Фредерик и Мали. Вот сами флаконы. Такая наглая. I dare say. Такая наглая. Такие заявления делают. И не стыдно, и не боится. Хм. А вы знаете, а мне он даже кажется менее кожаным и больше фужерным. Ну, кожа здесь тоже есть. Элегантно. Simply Touch of Leather. Хорошо. Вот понимаете, вот это вот тот люкс, который мне хочется, чтобы был везде. Чтобы вот убрали все вот эти Монгерлены и было вот так. Вот так. И, пожалуйста, ещё Барбари из 2000-х. Барбари из 2000-х. Весь верните. А то, что они новые делают, вот это можно закатать и куда-нибудь отправить. И последний. Тоже фланкер. Simply Jill Thunder. Eau de Parfum Poudre. Пудровая эссенция. Фланкер. Он немножечко другой. Да, у них ещё была фиалка, но вы, как уже поняли, у меня с фиалкой очень сложные отношения. Мне хватит инсаланса от Герлен для того, чтобы тестировать свои чувства по отношению к фиалке. Смотрите, здесь как будто розовая пудра плавает. Такая вот взвесь. Видно вам? Нет? Вот это жидкость. Это не цвет бутылки, это жидкость. Ну, 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 классно. Ну, правда, классно сделано. Ну, я не знаю, это вот, вот все бы так делали бутылки. Обожаю. Это, это супер лакшери ощущается в руках. Так, Симпли Джилсандер пудре. Такой миллениал пил, пинг, такой немножко лососево-розовый здесь. Слушайте, мне он нравится больше, чем Нарцисса Дродригес их пудре-кубик. Правда. Вот это вот та пудра, которую я обносила с удовольствием, она не нуждается в разносе, она не нуждается в мучениях, она не давит, она не дужит, она не щекочет. Это классно. Ну, что я могу сказать? Я уже повторяться не буду, вы поняли. Я неравнодушна, неравнодушна к этой эстетике, неравнодушна к тому, как Джилсандер собирает свои парфюмы. Я просто вот люблю, 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 и чем больше, тем лучше. Все, дорогие друзья, это все, что касалось покупок. Если что-то забыла, придется делать снова новое видео, но надеюсь, что все самое главное я вам собрала, рассказала. Теперь вы делитесь, что у вас новенького, что у вас хорошенького, что вы пробовали записанного мною, какие вам пришли в голову ассоциации мысли, буду ждать обратной связи с вами. Если вы только недавно присоединились к каналу, обязательно подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. Спасибо вам большое за вашу поддержку, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok